Здравствуйте! Я очень привязан к Архангельску. Вся моя деятельность заключается в просвещении. Я даю людям свои знания. Это признание и жизненная креда известного в Архангельске человека профессора кафедры инженерных конструкций и архитектуры САФУ, первого народного депутата СССР, экс-депутата областного собрания, автора и продюсера своих редких книг. Имя ему Юрий Анатольевич Барашков. 27 июня Юрию Анатольевичу исполнилось 75 лет. Лично для меня Юрий Анатольевич целый учебник жизни. И каждая встреча – это событие. Но вот предлагаю и вам испытать это удовольствие от общения с Юрием Барашковым. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Здравствуйте, Тамарочка. А как бы вы себя представили? Ну, просто я классический Архангел-Огородец. Я люблю этот город. Я расположен к Архангел-Огородцам. Собственно говоря, весь смысл моей жизни связан с городом и с моими земляками. Если бы вы сами стали писать свою биографию, какие бы были первые строчки? Так. Я счастливый человек. Мне очень повезло, что все так сложилось, как сложилось. Родились в Архангельске? Родился я в Архангельске, да. Родился в Архангельске конкретно. Это угол Карла Марса и проспекта Новгородского. Сейчас это пустое место, не застроено капитально. Но это местечко, памятник мне, так сказать, при жизни, да? Вот здесь это произошло, потому что я не в роддоме вышел в открытый космос, а прямо вот на квартире дома. Мама не успела моргнуть, как я. Все, я здесь. Появился? Да. Но ведь в детстве вы, наверное, не думали, что займетесь архитектурой. Вы знаете, это очень давно. Я хорошо помню, как открывал город для себя, и мне доставляло удовольствие всю новую улицу находить, так сказать, и бродить по ней. Потом мне жутко повезло, что моим учителем был известный очень преподаватель в Архангельске в шестой школе Глеб Глебович Бострим. Он привил мне интерес к городу. Он когда-то поручил мне, ну, в учебных целях нарисовать, тогда, скажем, нарисовать план города Архангельска. Если до этого Архангельск был для меня проходными дворами и не более того, то когда я увидел план, который он мне дал, я вдруг понял, что город это вообще-то что-то другое, да? Что это достаточно сложное явление. Вот раз вы задали такой вопрос, что откуда это все? Это вот оттуда, вот так одно, один шажочек за другим, и вот так вот произошло мое становление вот на этом поприще, на архитектурном и городостроительном. Старый Архангельск, вы его вспоминаете, вы ностальжируете. Тамарочка, милая, он не в воспоминаниях, он сидит во мне повседневно, и сейчас сидит в этот момент, когда мы с вами разговариваем. Я постоянно нахожусь в городе трех измерений. Нахожусь в городе своего детства, потому что я все помню, где что было. Что было на месте этой студии, что было на месте, скажем, площади Ленина. Я дом за домом помню, и более того, я помню людей, которые обитали в этих домах. И атмосферу, и запах того города помню. А второе измерение, это наш сегодняшний Архангельск. А третье, в силу моего ремесла, что я причастен к архитектуре, я могу себе представить на перспективу, что архитектурно ожидает Архангельск. Вот эти три измерения я имею в виду в нашей беседе сейчас. Вы знаете, вас ведь, думаю, не секрет, вас ценят как человека, который имеет на все свое личное мнение. Вот может вас это заставило пойти во власть, пойти в законодательный орган? Я когда-то поступил в аспирантуру, отработал два года архитектором в Институте Архангельск-Граждан-Проект, я решил стать главным архитектором города. Ах, такие чистолюбивые у вас такие были. Да, это было, нет, это не чистолюбие было, а было вот именно отношение к городу, потому что это мой город, мой, я его чувствую. И мне казалось, что я должен быть главным архитектором этого города. Вот, и я пошел в аспирантуру. Так, а дальше, зачем же вы занялись политикой-то? Нет, отучившись в аспирантуре, когда я вернулся сюда. Ну, во-первых, вакансия была занята, да, моим другом по жизни была занята. Ну, и во-вторых, я понял, что эта должность не отвечает моему характеру и темпераменту. По тем временам главный архитектор должен был стоять руки по швам перед секретарем обкома, там или кому-то, номенклатурная должность, что называется. Это не мое, я не могу на ковре так себя вести, это не мое. И поэтому я пошел в преподавание, и это очень удачный, значит, ход был по жизни. Я наслаждаюсь своей работой, люблю ее очень. Я-то, в общем-то, о том, как вы решили стать народным депутатом СССР? О народным как-то, это все опять так же, как и, значит, мое становление в качестве архангела-городца. Ввиду того, что мне все не безразлично, до всего есть дело, а всегда много всяких вопросов, да, и проблем возникает. И поэтому отправным-то было то, что я стал депутатом. Это то, что я восстал против постановки памятника Ленина на почве Ленина. Ведь уникальный случай тогда был в конце 80-х годов, в конце 90-х годов, да? Нет, в конце 80-х годов, 80-х годов, что у нас перед зданием обкома был поставлен фонтан. Такого нигде в Отечестве не было, в СССР. Обычно площадь Ленина, здание обкома и перед ним памятник Ленина. Это было традиционно. А у нас фонтан. Это радовало душу, проявление демократизма было. Но пришел новый секретарь обкома, и он начал поставить Ленина, чтобы как у всех было. Я восстал против этого. И когда было общественное обсуждение с присутствием скульптора Кербеля, автора этого памятника, я выступил открытым текстом, сказал, что слишком много памятников поставлено, да? И вот этого бы делать не нужно. И закрутилось, а люди меня услышали. И все, и пошло-поехало, а там слово застало. А потом Ельцин на повестке дня появился. А мне показалось, что я должен ему помочь, потому что ему никто не поможет. Так мне казалось все. И я написал открытое письмо секретарю обкома, что прошу меня послать на 19-ю партийную конференцию, чтобы я там его прикрыл Ельцином. Вот такое. Сегодня это воспринимается как детский сад. Но это была страсть, это было движение. Это нужно окунуться в ту эпоху, чтобы понять меня, в моем движении. Но самое-то главное, что и вдруг оказалась огромная поддержка, огромная аудитория. Значит, вот это было. И нужен был выразитель просто этих настроений. И на мое счастье оказалось, что это Юра Барашков. Ну вот так мне повезло. А еще в вашей жизни был областной парламент. Да, был областной парламент. Да, это было 4 года назад. Я был 4 года. Исправно, в общем-то. Я был председателем комитета по вопросам этики и регламента. Что-то вам дало в жизни? Конечно, все. Каждая ступенечка, каждое пребывание где-то многое дает. Это видишь людей, встречаешься с интересными людьми на выучке у той ситуации, в которую попадаешь. Это много. Я еще буду депутатом в самое ближайшее время. Серьезно? Да, на полном серьезе говорю. Я хочу, я хочу быть востребованным. Я в отличной форме. И я хочу быть полезным своему сообществу местному, так сказать. Хорошо. Вот вернемся к архитектуре. Как вы сейчас оцениваете облик архангельского? В самом начале вы говорили, что в трех измериях... Меня архангель сегодняшний радует. Ко мне на улице часто обращается архангель. И памятник Ленина так и стоит. Его сносить не надо. Памятник это памятник. Его сносить не надо. И тем не менее вы когда-то были против него? Я был против его. Но раз уж поставлен, он памятник эпохи. Вот я только что книжку издал, учебник для студентов. История архитектуры. И у меня в конце книги маленькое привожение. Памятники архитектуры Архангельска. Потому что этот учебник предназначается для моих студентов, для наших, для совкушных студентов. Конкретный адрес. И там площадь Ленина я привожу в качестве памятника советской архитектуре. Да. Но вот все-таки к современному облику Архангельска. Нареканий, по-моему, много. У меня, например, тоже ходишь по городу. Вопросов масса. Зачем здесь это здание? Почему оно здесь такое? Как это все не вписывается в наш облик? Есть какая-то атмосфера старого города Архангельска, Северного. Ее нарушают. Вот ваше мнение. Тамарочка, у вас выход один. Больше чаще общаться со мной. А всем остальным работать над собой. То есть, я что хочу сказать. Вы принимаете то, что вы делаете. Надо, чтобы давать оценки, научиться видеть, понимать. Вот это все. Как происходит. Почему это происходит. Что движет. Какие силы это работает. И все такое прочее. И вот в Архангельске сегодня меня очень устраивает то, что он весь в заборах. Для приезжего это не интересная картина. Для меня это кайф стопроцентный. Это забор от угла до угла. А если забор, из-за него что-то вылезает потихонечку. На каждом шагу что-то вылезает. Встают краны. И значит в городе есть животворящие силы. Вот что самое главное. Понимаете? Есть застывшие города. На что они направлены? Так что. На сегодня архитектура. По сравнению с той, в которой мы с вами выросли. Конечно, шаг вперед. Сегодня она хотя бы индивидуальная. Эта архитектура. Не дом на дом похожий, как раньше было. Типовая архитектура. Сегодня индивидуальная. Уже этим интересно. Ну а дальше? Дальше. Как в любом ремесле. Есть выдающиеся хирурги. А есть просто выпускники мединститута. Так и в архитектуре. Это уже у кого как получится по жизни. Но все-таки так усредненно появляется что-то интересное. И под спорьем для архитекторов может служить то, что появился огромный реестр строительных материалов. Вот полиция строительных и отделочных материалов. То, о чем мы раньше архитекторы российские только мечтали. Сегодня все доступно. Вы видите Архангельс многоэтажным или трехэтажным? Ну, ваш вопрос. Вопрос нормального человека, так сказать, Архангель-Городца. Не совсем профессиональный. И вот почему. Города это сложные явления. Сверхсложные. И они развиваются по своим законам. Зачастую они не спрашивают нас, куда им идти, куда двигаться. Мы разрабатываем генпланы. А он сам себе на уме. Вот скажем, у нас образуется огромное такое, да, агломерация называется. Вот Архангельск, Новодвинск и Северодвинск. Пока это три отдельных пятна. Но они соединены дорогами между собой. И все, и застройка потянется от одного города к другому вдоль этих дорог. Это объединение городов? Да, объединение. Оно будет, на ваш взгляд, да? В перспективе мы сольемся. Это совершенно четко. Или вот дорога М8, Москва-Архангельск. Все. Значит, пройдут какие-то десятилетия, там столетия, может быть. И Москва станет пригородом Архангельска. И просто никуда не деться. Потому что мы потянемся друг к другу. Все, все. Это будет. Я этим хочу сказать, что города развиваются по своим законам. Они ни у кого ничего не спрашивают. И раз мы сегодня вступили на путь капиталистического развития, да, значит, мы сегодня капиталистическая страна, в принципе, то наши города будут такими, как сегодняшние американские города, как Лос-Анджелес, в центре которого сити небоскребная. А вокруг потом поэтажности будут вот так растворяться на местности и в пригородах. Вот такими и мы будем. Поэтому вот это, это очень важный фактор для людей, которые отвечают за архитектуру. Не идти на поводу коррупционных всяких проявлений. Не строить коттеджные маленькие дома в центре города. Это не то, что ошибка, это очень плохо. А иметь в виду, что на этих участках в перспективе должны быть высотные здания, которые работают на весь город. Потому что в центре города есть все коммуникации. Это не там, на болоте, где-то строить за вокзалом. А здесь все есть, только построй и подключи, построй и подключи. И если я этот участок приобрел по законам капитализма, по строительству, а он дорогой, естественно, раз коммуникация есть, я должен из этого участка выжить все абсолютно, заглубиться в землю максимально и этажами подняться к Абвакам. И Аркангельск, будущий Аркангельск, его ждет вот такое решение. Все равно высотные здания сметут то, что за эти два коррумпированных десятилетия понастроили главные архитекторы наши, что области, что города. Такого не должно быть. На мое счастье, сейчас будет строиться 25-этажный дом у нас на улице Воскресенской, угол обводного канава. Наконец будет поддержана высотка наша. Да, с вами тут об Аркангельске можно действительно говорить. Да, меня здесь лучше не трогать. Хорошо. Ну, я тоже еще одну тему задену, так как все-таки вы человек общественный, общественный деятель. Телевизор смотрите, газеты читаете. Телевизор не смотрю. Не смотрю. Смотрю только и какие-то избранные каналы, типа кто есть кто вот такое. С тоской вспоминаю поморье, которое было. Творческая лаборатория была. Мы жили и наслаждались. А сегодня что, Москву смотреть? Вот мы все-таки пытаемся высказывать как-то мнение, да? Да, Москва, Москву смотреть, сколько невыносимое. Одни и те же лица, одни и те же тусовки, без конца. И все нас развлекают московскими образами, как будто в провинции нет вундеркиндов. Да, это так. А в провинции интеллекта, может быть, ну это естественно, географически, больше, чем в Москве. Во всей провинции больше, чем в Москве. Но мы не попадаем туда никак. Вот все перипетии, которые происходят в нашей жизни, такие невзвешенные законы, вас огорчают? Вы вообще следите за политической и экономической ситуацией? Ну, конечно, я за всем слежу. За всем слежу. Но я воспринимаю мир через большие категории, так сказать, да? Так как я человек в возрасте, то для меня отправным является то, как мы жили и как живем сегодня. Мы сегодня живем несравненно лучше. Вы упомянули, что я был народным депутатом СССР. Ведь одним из лозунгов моих было, дайте народу пиво и печенье. Ведь ничего же не было, ничего. Сейчас все в заклеп. Все, пожалуйста, все. Магазины переполнены. И в этом смысле мы живем лучше. Лучше, безусловно. А сколько машин в городе? А за рулем в основном девчонки сидят. И юнцы. Значит, деньги какие-то есть при всем нашем писке и визге, да? Что плохо, плохо. Вот менталитет народа такой, что плохо. Чего плохо-то? Все хорошо. Ну, человек, конечно, не хочет возвращаться к тем категориям, которые нашел. А дальше крутись в этом мире. Вот наступил вот такой мир, делай себя. Ведь самое сложное – это себя слепить. Вот самому себя сделать. Претензии предъявлять легко, что вот там что-то. Вот ты сделай, сделай шажочек. Себя-то, себя, себя становись. Поднимись на ступенечку. Вот это адовая работа. Вы написали сколько книг? Я написал немного. Ну, что-то написал. Я пишу постоянно. Постоянно. Сейчас есть уже что-то на выходе, да? Ну, полно. Полно у меня. Полно. Но, во-первых, я планирую издать юбилейный альбом. Если кто-то Архангелогородцы видели, такая книжечка была, «Бордовая», называется, «Заигрался к 70-летию». Это по поводу меня. А когда то вышло и закончилось 70-летие, я почему-то решил ввести дневник. И вот я эти пять лет вел дневник. И вот сейчас хотел бы его издать. Если попадется на глаза, то есть будет издан. Называется «Вперед в детство». Это дневник. Я там все фиксировал. Все, все, все. Субъективно. Там все. И политика, и страсти, и мордасти. Этим вы и интересны, Юрий Анатольевич, что ваш субъективизм своеобразный взгляд на этот мир, который интересен многим. Это уже, наверное, не субъективизм. Тамарочка, это, наверное, объясняется преклонным возрастом, так сказать. Я сегодня в отличной форме, как никогда. Набрал интеллекта, так сказать. Поднабрался, вернее, интеллекта, культуры. Я очень начитанный. Я много читаю. У меня среда общения очень приятная. Это молодые люди. Это стимулирует очень. И вот все вместе взяться, это получается так, что я без огляда на кого-то. Знаете, вот что вот это думает так, а вот это так. Юра Барашко думает вот так. Я совершенно спокойный. Это для меня естественно. Потому что я, ну, Христос в севах. Есть такое выражение, что это такое. Вы не забывайте, что я бывший санкист группы Советской Германии. А это все серьезно. Это далеко. Это за горизонтом. Это давно было. Но был кубинский кризис, и мы снаряды грузили ночью в танк. И это были переживания всякие. И это всегда со мной. Вот это сива. Вот недавно я приобрел книжку, называется «Бренды России». Один из брендов – танк. Так вот перед вами сидит один из брендов России. Архангельска, скорее. Один из брендов – Архангельска. Россия. Хорошо, пусть будет Россия. Чего Архангельска? Я россиянин. Хорошо. За отечество. Несколько вопросов. К сожалению, время у нас немножко ограничено. Несколько брендов. Любые, вплоть до интимных. Согласна. Как отдыхаете? Почти интимный вопрос. Ну, я можно сказать, что в общепринятом значении этого слова я не отдыхаю. Но то, что я работаю постоянно, это для меня наслаждение. Я в работе одну работу сменяю. Это у меня есть отдых. Как себя в форме поддерживаете? В форме поддерживаю. Ну, физической. Я поддерживаю себя тем, что я оптимист. Я утром подхожу к окну и обращаюсь в открытый космос. Говорю, какое счастье. Какая его погода не была, для меня она всегда хорошая. Всегда. Я знаю, что вы бегаете по утрам. Ну, и, конечно, одеваю спортинвентарь свой, трусишки. Нет, шорты там что-то оденешь и бежишь. И это одни из лучших минут в течение суток. Вот утром и батарейки подзаряжаешь, и ум работает, так сказать, и все планы выстраиваются. Ну, без этого я себя уже не представляю. Чем в жизни гордитесь? Вот в нескольких словах. Вы знаете, это может показаться немножечко заносчиво. Я горжусь тем, что я россиянин. Вот когда мы здесь находимся, мы все клянем, да? Ругаем и все такое прочее с претензиями. А вот когда за рубеж выезжаешь, вот чувство собственного достоинства. За тобой генералы 1812 года. За тобой, скажем, Достоевский, да? За тобой вот это, вот это, вот это. Вот представить, что я останусь там, так это все. Я пустота. А вот я приехал, а за мной вот это. Я представитель вот этих всех ребят. Вот Вера Холодная, да? Кинозвезда. Только что журнал пришел. Я прочитал, я ее уже полюбил. За одну фразу, 19-й год. Ее склоняли, значит, эмигрировать из Крыма. Она Россию растерзанную сегодняшнюю я оставить не могу. Вот я такой же. А у нас московское телевидение бесконечно поддает, подает нашу эмиграцию как национальный героев. Тот работал на радиостанции «Свобода», тот там-то, тот там-то. Надо нас показывать, нас, которые не предали Россию. Юрий Анатольевич, мы вас как раз и покажем. Договорились? Это только начало будет. А что для вас в жизни все-таки неприемлемо? Что неприемлемо? Меня смущает менталитет наш. Понимаете, вот эти все исторические наработки советского периода. Вот эта грязь, которая на улицах. Эти пакеты выброшенные из автомашины у обочины дороги. Вот этот подъезд к городу от Искагорки, когда там прямо куча, вы знаете, этих самых отходов. Вот ведь все начинается с нас. Остановись ты, не бросай окурок, не бросай вот это. Вот это одна сторона, да? То, что мы грязнули, вот грязнули. Это я мягко говорю. А так в повседневных я вообще иначе выражаюсь. А второе, вот то, что коррупция, что общество пронизано коррупцией. Так это производно от менталитета. Мы такие, я не знаю, на кого положиться. Вроде лицо приятное, да? Назначают министра обороны или кого-то. А потом оказывается, что вот он такой. И я не знаю, на кого положиться. Не знаю. Я то ли действительно человек слаб. Ну где вот, где эти герои? Что вот, понимаете, что они остановятся. Вот им предлагают это. Вы ведь не почетный гражданин города. А быть бы им хотели? Я сам для себя почетный гражданин города. И мне этого достаточно. 75 для вас много, мало? Я ребенок в начале пути жизненного. Я в начале пути. Спасибо, Юрий Анатольевич. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся. Потому что тем много. Я хочу с вами встретиться. Да? С вами встретиться. Отлично. А я так и хочу. И закончить разрешите тоже цитатой из Барашкова. Меня знают много людей в городе. Со мной здороваются. И мне становится приятно на душе, что я так многого добился в жизни. Ты чекал. Вот такие дела. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok